Друзья, здравствуйте. Сегодня я отвечаю на вопрос, всегда ли расположение Сатурна в седьмом доме натальной карты указывает на безбрачие. Ну, ответить на этот вопрос очень легко. Конечно же нет. Никакого однозначного соответствия Сатурна в седьмом доме с безбрачием нет и быть не может. Сам вопрос подразумевает, что единственному фактору натальной карты можно однозначно связать такой комплексный вопрос, как безбрачие. Безбрачие может быть вызвано самыми разными причинами. Тяжелой болезнью, нежеланием или неумением строить отношения с другими людьми, увлечением, возможно, излишним, какой-то совершенно другой сферой деятельности, например, карьерой. Список причин потенциального безбрачия можно продолжать бесконечно. Каждый из этих обстоятельств имеет свое отражение в карте, и оно, конечно же, многофакторное. При реальном анализе натальной карты и ответе на поставленный вопрос о браке или безбрачии, надо учитывать и силу планет, которая зависит от положения планеты на эклиптике, или, иначе говоря, в знаке зодиака, и адекватности их функционирования в той или иной сфере человеческой деятельности, которая зависит от положения планеты в том или другом доме, и взаимодействия планет друг с другом. Сатурн в седьмом доме у разных людей может быть сильным и слабым. Он может гармонично связан с другими планетами, или дисгармонично взаимодействовать с ними. Да и, так сказать, сам брак человека или безбрачия зависит далеко не только от седьмого дома и далеко не только от Сатурна. Разумеется, прогноз брака или безбрачия для конкретного человека надо учитывать все эти факторы. Есть еще один фактор, который нам важно обсудить. Это символика планеты Сатурна. Она очень широка. Как и любая другая планета, он имеет весьма широкий спектр, ну, если можно сказать, ответственности в карте. Это и, разумеется, ограничения, препятствия, задержки, которые потенциально каким-то образом можно связать с вопросом безбрачия. Но это и социальный статус человека, это следствие правилам и законам, это стабильность, неизменность, это и серьезность человека, очень часто приходящая с годами. И многие-многие другие аспекты можно здесь привести. Лишь первые из этих слов, которые я привел, они связаны с безбрачием. Но Сатурн в седьмом доме может означать и многое другое. Например, брак с человеком из более высокого социального слоя. Ну, в частности, это может быть брак и с собственным начальником. Это и очень серьезное отношение к браку. Например, скажем, заключение брачного контракта. Это брак с человеком существенно старшего возраста. Это поздний брак. Это может быть, скажем так, долговременный и стабильный брак, что уж, конечно, является для большинства людей существенным плюсом. Это может быть и брак с партнером, скажем так, зодиакальный знак которого – знак Козерога. Ну, здесь можно отчасти добавить и водолея, и даже весами, потому что Сатурн весьма сильно проявляет себя в знаке весов. Список, разумеется, можно продолжить. Чтобы использовать свою натальную карту как путеводную нить Арианды в своей жизни, то есть делая свой жизненный путь более осознанным, счастливым и продуктивным, очень полезно изучать астрологию и знать ее. Я приглашаю вас в нашу школу. Уже через пару месяцев интенсивных занятий вы научитесь создавать психологический портрет любого интересующего вас человека, отвечать на многие вопросы, в том числе и на вопрос, заданный мне, на который я сейчас отвечаю. Ну, а несколько позже научитесь и строить прогнозы, еще раз говорю, использовать, уверенно использовать астрологию как путеводную нить в вашей жизни. Ну, что ж, друзья, на этом я прощаюсь. До новых встреч!